Русский танец или современный? Технического университета отправилась в концертный зал «Сибирь» на мастер-класс государственного молодежного ансамбля танца и песни «Алтай». Вот этот большой проект, который будет на Катунь-24, интересен тем, что вот за короткий период времени хочется такую любовь к народной культуре привить ребятам, и они настолько быстро этому откликаются, что ну просто вот мы работаем сейчас с ними в течение этого часа и уже полюбили друг друга. С танцами у огненных технарей все в порядке, хотя те, кто никогда этим не занимался, с трудностями все же столкнулся. Но тут на помощь пришло плечо друга. Некоторые участники команды когда-то профессионально этим занимались, а потому дело пошло веселее, а мы поехали в бизнес. Здесь, в городском дворце культуры, нас ждут скоморохи. Обучают их сразу два коллектива. Театр танца «Овация» и хореографический ансамбль «Росинка». Как же современный танец сделать масленичным и вообще возможно ли это? У нас очень распространенный вариант сейчас русского танца в современной обработке. Поэтому, мне кажется, можно в принципе подумать, что-то интересное придумать. Ребята хорошие, они все, по крайней мере, с интересом смотрят, заглядывают в глаза и этот огонь в глазах очень хорошо виден. Поэтому, можно сказать, что ребята хорошие и перспектив у них очень много. Приятно, а главное весело. Современные мероприятия больше на какой-то пафос что ли настроены, а тут больше такого душевного. Ты от всей души веселишься, нет какой-то скованности, ты себя показываешь. Это очень приятно, этого не хватает в наше время. Задача ребят сразу после обучения подготовить четыре одиночных танца и один командный. С местом определялись недолго. Зачем нам сцена? Нам и в фойе неплохо. Времени на подготовку минимум, а результат должен быть максимальным. Вот они сейчас вот в моем любимом состоянии, когда им скажи, ребята, давайте построим здесь Эйфелеву башню, маленькую свою. И они ее построят. То есть они сейчас готовы просто сворачивать горы. Хорошее состояние, доброе, я думаю, такое победное состояние. Смогут скоморохи победить или нет, решит голосование. А мы снова в Барнауле. На этот раз в филармонии, где на репетиции команда классического университета. Коллектив свой они доукомплектовали. Медведям. Танец же нужен медвежий, поэтому лесной зверь танцует наравне со всеми. Танцевали ребята, зная, что к этому моменту в турнирной таблице они не лидеры. Но эта ситуация их ничуть не пугала. Второе место на данный момент нас только подстегивает, потому что мы хотим только победить. Поэтому мы будем прилагать все усилия в дальнейших этапах, чтобы выйти на первое место и держать победу. А пока все же танцы с ними. Команда Сибири, по словам наставника, справилась довольно уверенно. Я думал, будут какие-то проблемы. Ну, нет. Ребята шевелятся. Ребята, ну, я так сказал, по-нашему. Хорошо, неплохо двигаются. Веселые, позитивные, не боятся они никуда, как говорится. Идти вперед и с песней, и с танцем тоже, с русским. Ну, движения были не такие уж прям сложные. Ну, да, было, конечно, где заморочиться. Но, на мой взгляд, мне кажется, все вполне реально, все доступно, все можно сделать, выполнить. Теперь слово за интернет-аудиторией. Мы запускаем новое голосование. В ходе него участникам группы «Катунь-24» в социальной сети ВКонтакте предстоит выбрать лучший командный танец. Кроме этого, можете оценить и одиночные. И, посмотрев их, тоже многому сможете научиться. Итоги мы, как обычно, подведем через неделю.